Программа «Выбор Ясин» Думаю, что страна живет своей трудной экономической жизнью, а экономисты тоже живут какой-то своей, иногда, как нам кажется, отдельной жизнью, пытаются все это осмыслить, насколько у них это получается, потому что тема, которую мы с вами заявили, модернизация экономики и общества, насколько это осуществимо сейчас. Короче говоря, я так понимаю, что вы хотите поговорить о том, что происходило на апрельской международной конференции в Высшей школе экономики, а происходило много всего интересного. Да, именно так. И у меня есть большое желание убедить наших слушателей, что если они хотят более или менее обстоятельно разобраться в каком-то вопросе, им надо обратиться к сайту Высшей школы экономики, специально посвященную этой конференции. Это очень интересно. Около 700 докладов. И две с лишним тысячи участников. Это тоже нужно оговорить, потому что у некоторых докладов довольно большое число участников. Но это такие коллективные исследования, очень интересные. И что я хочу сказать, что если вы хотели бы организовать передачу, ну, например, «Выбор ясен», и чтобы она, скажем, продолжалась целый год, и чтобы каждый день там освещался какой-то вопрос, посвященный жизни нашей страны. Не только экономике, хотя экономика бы занимала самое большое место, но в то же время это была бы и политика, и социология, и психология, масса других вещей. И было бы очень интересно. Вам каждый раз становилось бы известно что-то новое. И, так сказать, ну, я не знаю там кому что нравится, но вы бы выбирали, что же вы не сидите, не слушаете все подряд передачи. Вы приходите тогда, когда вам известно, что будет какая-то конкретная передача. Ну, если учитывать 700 докладов, то тут, простите, не на один год хватит, а на целых два. Причем на ежедневную программу. Ну, хотелось бы понять, что там было самого, наверное, такого важного, интересного, и самое-то главное для нас полезного. Или мы не можем расценивать экономическую науку как науку полезную. Потому что, смотрите, можно же, наверное, по-разному рассматривать проблемы. Можно просто наблюдать, заниматься мониторингом. И это один тип исследований. Можно что-то предлагать на основании наблюдений. Особенность высшей школы экономики заключается в том, что она с самого начала сотрудничала с реформаторским правительством. Гайдар подписал постановление о создании высшей школы экономики 27 ноября 1992 года. Это было за несколько дней до его освобождения от занимаемой должности. Но, так сказать, я не просто в порядке самокритики. А дело в том, что когда начиналась наша жизнь, то у нас кроме того, чтобы работать на реформаторского правительства, больше ничего не было. Потому что было несколько людей, которые работали в школе одновременно, сотрудничали с правительством. Либо, так сказать, мы осваивали какие-то темы только с самого начала. Сейчас ситуация другая. Мы довольно сильно продвинулись. И нет такой темы маломальски важной для развития экономики страны и каких-то ее других важных направлений жизни, которые бы не, так сказать, изучались, не преподавались у нас в школе. И именно вот эта широта, так сказать, взгляда и возможность обозреть, ну, значительную часть жизни нашей страны, это и есть наиболее интересное в нашей конференции, которая проводится всегда, ну, в начале апреля. Вот и так и сейчас. Уже наши студенты придумали такое ласковое название «Апрелька». Вот у нас пару дней назад закончилось 16 апрелька. 16 апрелька. Ну, и апрельские тезисы, видимо, тоже уже опубликованы или будут опубликованы по итогу? Нет, я так думаю, что в кратком виде они все почти что опубликованы, но все-таки это большая работа. Обычно у нас практика такая, что труды предыдущей конференции публикуются, выходят в печать вместе с следующей конференцией. Вот сейчас такие залмуды были изданы и распространялись всем в портфелях, были для всех участников конференции. Ну, нам с вами на это наши слушатели могут сказать. Ну, собственно говоря, там ученые собрались, поговорили между собой, издали апрельские тезисы и разошлись до следующего года. А нам со всем этим, с нашей экономикой жить. Вот я смотрю, там одно из пленарных заседаний, например, называлось «Реформы причины успехов и неудач». Вы там были модератором, да? Да. Ну, вот как удалось выяснить причину успехов и неудач? Реформ. И реформы имеются в виду, конечно, вот те, начало 90-х годов. Мы переживаем эпоху реформ. Если вы думаете, что они закончены, то это вы ошибаетесь. Подождите, мы сейчас переживаем эпоху реформ? Да? Ну, как вы думаете? Это просто перемены, которые происходят в стране, они имеют определенную длительность. По моему мнению, основная часть реформ была проведена за 2-3 года, в начале 90-х годов, под руководством Гайдара. Потом был еще один благоприятный момент для реформ, когда пришел к власти президент Путин. И примерно с 2000 года до 2003-го во главе правительства был тогда Михаил Михайлович Касьянов. Мы, так сказать, имели еще один довольно успешный период реформ. Ну, например, мы живем при налоговой системе, которая была создана именно тогда. И которая не была создана в нынешнем виде раньше. Еще цена ряд реформ. Потом, я бы сказал так, что начался новый период, примерно с 2003-го года, который был... Ну, тоже были определенные реформы. Я бы сказал бы, что большей частью в противоположном направлении. Сейчас мы приблизились к новому этапу. Это я уже содержательно говорю, совершенно. Это часть того содержания, которое имела наша конференция. Это и конференция предыдущая. Кстати, три года назад вышла такая программа, которая называлась «Стратегия 2020». Она была подготовлена по поручению Владимира Владимировича Путина. Я на этой конференции из выступления Шувалова у нас очень хорошее было выступление. Я узнал, что, оказывается, правительство очень много предложений из этой реформы «Стратегия 2020» многое использовало. Но, поскольку я не очень заметил, я как-то был уверен, что эта реформа осталась не... То есть, эта стратегия осталась не воспользована. Ну, значит, там надо будет теперь разбираться, с чем... Что произошло и так далее. Но моя позиция, я ее высказывал. Кстати говоря, я у вас, по-моему, перед нашей конференцией, это было две недели назад, я выступал перед вами и говорил, точнее говоря, о своем докладе. Эта тема была. И если хотите, то то, с чем я выступал на конференции, доклад-то не только мой, он также принадлежит с автору Натальи Васильевны Акиндиновой. Вот он был представлен на конференции, и я как раз о нем говорил. Я могу повторять еще раз. Ну, просто тезис. Ну да, я не буду повторять, потому что те люди, которые выступали на пленарных заседаниях и потом в процессе работы конференции, они затрагивали тему, о которой говорил я. Я просто напомню, о чем я говорю. О том, что сейчас те факторы, которые оказывали благоприятное воздействие на развитие российской экономики в период между 2003 и 2013 годом, они закончились. И теперь мы попали в ситуацию, когда эти факторы не работают, и нам для того, чтобы обеспечить новое продвижение, экономический рост, дальнейшее повышение благосостояния и так далее, нужно проводить реформу снова. И там я напомню вам, я говорил, что нужно прежде всего три задачи. Ну, прежде всего из них последняя – это инвестиции. Мы должны обеспечить инвестиции в нашу экономику, причем, неважно, это и наши российские инвестиции. Ну, то есть, и внутренние, и внешние. Да, и внутренние, и внешние, да. Ха-ха, легко сказать. Обеспечить подъем, обеспечить обстановку, да. И это должны быть в основном частные инвестиции. Они должны быть частные, потому что эти более эффективные. А нам как раз фактором, который будет двигать нас дальше – это эффективность, это высокое повышение производительности. Это то, что необходимо для того, чтобы обходиться без пользующихся спросом в данный момент полезных ископаемых. Вот раньше мы прожили определенный период за счет добычи, за счет того, что была дорогая нефть и дорогой газ и так далее. И благодаря этому имели такие сладкие годы. Но потом время прошло. И сейчас ситуация другая. И мы говорим, не только я, это многие говорили, что это нам совершенно необходимо. Вот я для примера начну, если вы не возражаете. Нет, я не то, что не возражаю, я просто очень хочу послушать и понять, как мы можем обеспечить сейчас в нынешних условиях инвестиции, причем как внутренние, так и внешние. Государство, вложение государства – это я понимаю, откуда могут взяться инвестиции государственные. Но вот как сейчас заставить частный бизнес, как вы говорите, частные деньги вливаться в российскую экономику на данном этапе, я не понимаю. Ну, значит, я просто сейчас, вместо того, чтобы еще раз пересказывать то, о чем говорил я, там, наверное, какие-то следы моего выступления на сайте «Эхо Москвы» есть. О, это вы можете не сомневаться, точно есть. Да, значит, я хочу сослаться на другой доклад, на доклад Владимира Александровича Мау, который выступал на первом пленарном заседании. И его доклад был посвящен этой проблеме. Если вы хотите, я имею в виду не только вас, но и радиослушатели «Эхо Москвы», обратите внимание на его интервью, которое он дал, ну, по-моему, две недели назад газете «Ведомости», где очень, я бы сказал, популярно и живо изложено, так сказать, то, с чем он потом выступал на конференции. И до этого была опубликована его большая статья в «Вопросах экономики» номер два. «Вопросы экономики» такой журнал экономический, который у нас издается. И это второй номер, где первая статья – это выступление Мау. Каждый раз он что-то меняет в своих выступлениях на уже заданную тему, и его доклад представлял вот такую трансформацию. Значит, я просто хочу, я не буду пересказывать его доклад, просто о чем конференция была. Конференция, вот первое пленарное задание была посвящена проблемам, с которыми мы сталкиваемся в период кризиса, и как мы будем из них выходить. То есть, все-таки это текущий момент? Да. Это была не ретроссетция, а это был текущий момент? Да, это был живой, очень текущий момент. И там целый ряд очень важных идей был, но центральная мысль была, мы не сговаривались. Значит, центральная мысль Владимира Александровича была такая, что вообще у нас два выхода из положения. Один, это мобилизационный сценарий, я помню, называл вам его иначе, это попытка модернизации сверху, я его так назвал. Он говорит, мобилизационный сценарий, в этом есть очень большой резон, потому что это как бы концентрация как раз внимания на мерах, которые происходят по инициативе государства, за счет государственных средств, за счет всяких новаций, которые вырабатываются в системе управления страной. Так мы вот по этому, я бы сказал, мобилизационному сценарию жили все эти годы, и, слава богу, не надо было ничего особенно мобилизовывать, потому что средства на государственные мероприятия отдавали растущие и по растущим ценам продажи нашей нефти, газа и так далее и тому подобное. То есть, просто сидели на диване? Да, я скажу, сидели, все-таки что-то двигалось, но вот это вы должны понять, что это были полезные ископаемые. Нефть и газ, вот, как шутят украинцы, у русских, дескать, нефть и газ, у нас Чернобыль и Донбасс. Отлично. Да, вот, ну, значит, примерно в таком духе. Но у нас эта лафа тоже в определенной степени кончилась. Вы знаете, что цены на нефть несколько упали, там, примерно в два раза. Вот, и дело даже не в этом, а даже в том, что если бы они держались на уровне 100 долларов за баррель, мы могли бы ими торговать свободно и так далее. Все-таки получить такую картину быстро растущих цен, которые еще не учтены в плане, такого счастья мы на несколько лет имели его и теперь будем лишены. Как? Дело в том, что если вы запланировали однажды и вложили деньги, у вас их больше нет. Это уже другие деньги, это другой разговор и так далее. Вот МАУ, как раз сказал, один вариант нашего движения мобилизационный. А второй? А другой либерализационный. О, это мы уже проходили в начале 90-х. Мы в основном не проходили, а говорили. Я сейчас объясню почему. Потому что если мобилизационный план выполнялся, по крайней мере, начиная с 2003 года, то был еще один стратегический план, который, программа, которая разрабатывалась под руководством ГРЕФа. Она иначе называлась, я не помню как, но Владимир Александрович тоже там принимал участие. Это было в 2000 году. И в 2000 году там тоже писалось примерно то, что потом мы писали в этом плане, в стратегии 2020. Ну, или какие-то были изменения, никто прямо не списывал и так далее. Но это писалось, это тоже был план на строительство рыночной экономики. И что-то было сделано. Вот как раз я говорил об успешной работе правительства Касьянова и прочее. Ну, это все, так сказать, кончилось. Если вы сейчас, ой, либерализационный план или как-то там продвижение рыночной экономики. Да. А как вы думаете, вы хотите иметь серьезные инвестиции? И так, чтобы вокруг сидели люди, которые не заинтересованы в том, чтобы вкладывать свои деньги или допускать кого-то, привлекать в Россию, чтобы работать с другими. Игорь Григорьевич, вот все-таки интересно получается. Я уже подумала. Это, кстати говоря, обращаю внимание, это говорил Владимир Александрович Мау. Он очень хорошо и обоснованно говорит. Так вот я на что хочу обратить ваше внимание. У нас, вы знаете, сейчас в моде все гибридное. Да, там вот гибридная война, так называемая. То есть она вроде бы есть, а ее вроде бы нет. И вот когда вы заговорили об этих сценариях, мобилизационный, либерализационный. И вот как вы сказали, что в основном говорили о том, что был либерализационный. Или мобилизационный он вроде как был с 2003 года, а вроде как и нет. Потому что средства позволяли не мобилизовываться самим и никого особо не мобилизовывать. Так мы-то идем по какому сценарию в результате? Мы твердо пока идем по мобилизационному сценарию. То есть модернизации сверху, то есть никакой модернизации? Да. А вот вы скажете мне, почему так получилось? Ну, потому что, во-первых, шли доходы от нефти и газа просто так. Во-вторых, это же была не просто разговор. Это была смена влияния бизнеса, крупного бизнеса, в частности, Ходорковского, который тогда был на плаву. И, значит, с другой стороны, бюрократия. Значит, бизнес отодвинули, бюрократия получила власть. Ну, и вот это мы наблюдаем пока до сих пор. И будут изменения? Не будут. Я не знаю. У нас выступал на конференции Шувалов. Он сказал, что мы пойдем по рыночному пути и так далее. Мы были все довольны. Ах, вот даже как. Да. Мы пойдем по рыночному пути. Ну, по рыночному или либерализационному, это примерно то же самое. Ну, во всяком случае, об этом был разговор. Я должен сказать, что дальше выступал Греф Герман Оскарович. Очень хорошее было выступление. Он чему посвятил свой доклад? Он посвятил этот доклад человеческому капиталу. Он говорит, что если вы рассчитываете, что вы соберете капитал финансовый и все купите. Нет. Вот это теперь наступает такой момент, когда должен быть человеческий капитал. Когда люди должны быть подготовлены. И, так сказать, им предстоит это делать. Какие прекрасные слова. Да. Нет, это не просто слова. Я хочу обратить внимание на то, что Герман Оскарович овладел за время работы в правительстве и около него важными свойствами. Он умеет быть красноречивым по вопросам, которые имеют колоссальное значение. Ведь мы же говорим, нефть как ресурс нас теперь не устраивает или мы его не имеем, недостаточно. Газ не устраивает. А за счет чего? Вот и это было человеческий капитал. Кадры. Людей надо вырастить, воспитывать. Нужно сделать так, чтобы они имели необходимые качества. А это совершенно другая работа. Этим мы недостаточно занимались. В другом заседании пленарном у нас выступал министр образования Ливанов. Ливанов, который, ну, по сути, говорил, близко к тексту. То же самое, что Греф, но это касалось тех, той реформы образования, которая идет в нашей стране. Мало реформ сейчас идет в стране. Но образование идет, а также идет не так успешно, но идет все-таки реформа здравоохранения. Да, я думаю, тут с вами многие могут поспорить в том, насколько успешны как та реформа, как реформа образования, так и реформа здравоохранения. С другой стороны, смотрите, вот такая сфера, как образование, например, это ведь одна из самых, в хорошем смысле, консервативных сфер. Но вот люди, они же, в принципе, не деньги и не акции. Нельзя вложить, как на биржу играешь, вложить какие-то акции и быстро получить прибыль. С людьми так нельзя. То есть, в них нужно вкладывать очень долго, чтобы получить в результате то, что мы хотим. И не знаю, насколько реформы вот таким сферам, как образование или здравоохранение, вообще идут на пользу. Особенно, если это реформы, которые идут постоянно. Ну, это все, конечно, так, но только я обращаю внимание на то, что если вы взялись проводить реформу, то трудно рассчитывать на то, что все жители страны будут удовлетворены, что они будут, так сказать, видеть, что все, что достигается в процессе этой реформы, это все заслуживает внимания, благодарности и так далее. Поэтому этого не бывает. Потому что чем реформа более полезна, чем она должна больше принести полезного результата, тем она дается тяжелее. И это, кстати говоря, относится и к реформе образования. Я не буду сегодня говорить об образовании. У нас найдем возможность эту тему поговорить отдельно. Ну, просто поскольку уж вы заговорили о человеческих ресурсах... Ну, это я просто говорю о том, что там было интересного на этой конференции. Значит, и вот Греф выступал на эту тему. Я просто хочу обратить внимание на одно важное обстоятельство. Мы, так сказать, когда начинались реформы, то мы рассчитывали на то, что будет, ну, такая свободная рыночная обстановка для образования тоже. Но при этом мы не обсуждали вопрос о такой... А у людей есть деньги для того, чтобы вкладывать в образование? Нет, оказалось, их нету. Ну, а деньги для того, чтобы содержать бурно открывающиеся вузы частные или тем, что рядом с частными государственные давно созданные вузы, очень хотят зарабатывать деньги на предоставление образовательных услуг нашим студентам. Ну, да, получилось так, что и то, и это, но это, так сказать, оказалось, что это не совсем то, что всем хочется. Ожидания не оправдались. Выбор Ясин с Евгением Ясиным. Буквально несколько минут, и мы вернемся в эту студию. Программа «Выбор Ясин». И мы продолжаем. По-прежнему здесь в студии Марина Королева и Евгений Григорьевич Ясин. Модернизация экономики и общества. Об этом мы сегодня говорим на основе апрельских тезисов. Да, Евгений Григорьевич? Апрельская международная конференция, очередная, уже 16-я, которая проходила в Высшей школе экономики. Про реформы. Вот не могу вас не спросить. У меня есть любимый вопрос, который я давно вам хочу задать. Все как-то не складывается у нас. А вот скажите мне, реформы лучше делать быстро и резко, или проведите их медленно и постоянно? Ну, я мог бы сказать так, как положено для того, чтобы делать реформы успешно. И чтобы уже в процессе реформ все говорили, успех достигнут, все замечательно. Ну, можно продолжать, можно не продолжать. Но все-таки есть такой важный момент, что реформы, если они проводятся, они обычно нацелены на то, чтобы преодолеть какие-то проблемы, которые создают неприятности в обществе, которые сами проводятся с большим трудом. Ну, то есть реформы это всегда скачок? Да. Ну, чаще всего. И это означает, что та дилемма, которая возникла у нас при проведении реформ в 90-х годах, это же был переход, я напоминаю просто, от плановой административной экономики. Мобилизационной. Мобилизационной к рыночной экономике. И это было сделано. И это было тяжело. Потому что мы прожили при плановой мобилизационной экономике 74 года. Это люди приобрели уже другие совершенно привычки, сложились другие институты. Это надо было ломать и переделать. Это было, да, непросто. Значит, сейчас мы остановились с реформами, и сейчас возникает вопрос, он еще не решен, насколько я понимаю, но возникает вопрос, уже мы опять говорим, что давайте, раз вы не хотели без реформ или с медленными реформами, то теперь уже приходит пора, придется для того, чтобы двинуться дальше энергично, нам потребуется опять серьезная институциональная реформа. Вот можно я вас здесь поймаю на слове? Дело в том, что мы когда с вами про реформы заговорили, вы сказали, что вот реформы, они идут. Что вот они не просто когда-то были совершены в начале 90-х, но что они продолжались там, ну, хоть и ни шатка, ни валка, но там до начала 2000-х годов. Да и потом, в общем, мы-то привыкли думать, что мы находимся сейчас, если не в фазе застоя даже, то, может быть, уже мы где-то находимся в фазе регресса, там, рецессии, регресса. А вы говорите, реформы не прекращались, это так? Ну, я подчеркнул мое мнение. Значит, есть реформы, которые представляются наиболее актуальными, такими, которые, проведение которых позволяет решать наиболее серьезные проблемы развития страны. За последние, так будем говорить, 10-12 лет таких реформ не было. Вот последняя такая, из этого разряда реформа, это была налоговая реформа, о которой я говорил. Но там были вот те реформы, которые проводились и которые имеют место и сегодня. То есть вопрос такой, что мы добиваемся успеха или мы не добиваемся успеха. Ну, я напомню вам хотя бы такие. Это образование, это здравоохранение, это пенсионная реформа. Это все прямо сегодня и в последние годы делается. Причем, скажем, пенсионная реформа делается таким образом. Шаг вперед, два шага назад. И каждый раз мы спрашиваем, ну что, мы добились продвижения? То есть, там дыру в пенсионном фонде закрыли, он уже может не обращаться к бюджету. Наоборот, бюджет может, так сказать, брать, не обязательно бюджет, предприниматели и так далее могут теперь брать взаймы у пенсионного фонда. Нет, ничего в этом отношении продвижения капитальных нет. Каждый раз. Ну, вот потому что, понимаете, есть определенное настроение. Либо вы, вот вы спрашивали, вам проводить реформы, это только с помощью методов шоковой терапии? Или можно тихо, спокойно и так далее? Так вот, вот сейчас я тоже думал, что, например, пенсионную реформу можно проводить методами без всякой шоковой терапии. А там просто большой объем, средств нужно еще мобилизовать, и его не удается мобилизовать, потому что выплачиваются деньги из бюджета или работодателям. Если это так, то мы должны сказать, как же, что нам делать, ну скажем, конкретно сейчас разговор идет о пенсионном фонде. Кстати, вот у нас был и замечательный доклад. Вот, социальная политика, долгосрочные тенденции, изменения последних лет. Авторы это Кузьминов, Овчарова и Якобсон. Я надеюсь, что если не будет других выходов, я предложу вам предоставить слово авторам этого доклада. Он был на третьем пленарном заседании. Вот, но там сейчас, я просто, здесь затрагивается пенсионная реформа снова, в том числе и те начинания, которые проводило политику, проводило государство в отношении пенсионной политики. А именно, оно отменило или отложило два, так сказать, числения этой, как она называется, наследуемой части. Значит, за два года. И это означает, что эти деньги не забрали у населения, их передали в распределяемую часть. Вот, и эта распределяемая часть пенсионного фонда роздана в качестве пенсии. Вот, но пенсии, они, значит, эти деньги, в России нет долгих денег. Нету. Значит, она в этом нуждается, потому что то, что разобрали со временем большевики, нужно восстановить. Кроме того, есть там определенная серьезная проблема, что вы должны, с одной стороны, выплачивать деньги, эти пенсии, живущим уже пенсионерам, и в то же время накапливать деньги, это как раз накапливаемые части, чтобы потом те, кто выйдут завтра, уже могли платить свои деньги. И это принципиально важно, потому что свои деньги плачутся иначе, чем деньги работодателей или деньги государства. И это вопрос принципиально, это совершенно другие институты, которые создают обстановку для решения пенсионных проблем, и в то же время создают длинные деньги, которые можно дать взаймы предприятиям, компаниям и так далее, и они будут быстро сравнительно возвращать эти деньги, которые будут получать пенсионеры. Для этого нужно сделать вот те малоприятные шаги, которые приносят больше всего пользы, но за длительное время. Что я имею в виду? Нужно, чтобы те люди, которые будут пенсионерами, получали больше. Я сегодня этого не боюсь сказать, хотя государство озабочено тем, чтобы сократить государственные расходы. Значит, они должны больше получать и после этого как бы платить из своей зарплаты. Пенсии, будущие пенсии, пенсионные взносы платить из своей зарплаты. То есть, а также как взносы в фонды здравоохранения и так далее. Тогда мы построим экономику, в которой население также является инвестором. Она создает средства, откладывает средства, которые инвестируются. Ну, то есть, это модель такого сознательного поведения. Сознательного поведения, присущего настоящей рыночной экономике. Эффективной рыночной экономике. Я просто не буду долго стоять на пенсиях, потому что я сказал, еще образование, здравоохранение и реформа здравоохранения началась в 93-м году. И тогда те люди, которые ее проводили, они поняли, что с чем-то они поторопились. И хотя были совершенно ясные принципы, как это делать, заимствовали опыт Европы, Америки и так далее и тому подобное, оказалось, что мы не готовы. Потому что брать деньги у людей для того, чтобы оплачивать услуги здравоохранения, за которые вчера платило государство, точно так же, как государство платило за жилье. То есть, мы получали жилье, а мы не покупали. Вернее, мы покупали, но это была небольшая доля. По-моему, 12 или 14 процентов это кооперативы перед реформой. Но основная масса тоже давала государство. И если мы возьмем образование, так там то же самое было. И пенсии давало государство. Значит, есть такой важный момент. У нас обычно так говорят, давайте, мы не будем платить налоги за, вот, если вы так будете работать, показывают пальцами на государство. Это наши граждане. Но я должен сказать, что они и так не платят налоги. То есть, мы платим один налог по-настоящему, этот налог это, значит, налог доходов. Ну, подоходный. Подоходный налог, да. Подоходный налог. Все, 13 процентов. Но на это... Вы считаете, это мало? Я не считаю, что конкретно данный налог мал. Я не считаю, что дело налога. Но я считаю, что вот те расходы, о которых мы говорим, это, значит, пенсии, это жилье, это здравоохранение и образование, это то, во что вкладываются инвестиции населения. Понимаете? Это как раз те позиции, по которым население должно быть инвестором. Почему? Ну, почему не может государство? Потому что чиновник из лица государства проявляет один уровень рвения, а человек, который понимает, что это его судьба, это его деньги, это совершенно другая история. И вот рыночная экономика более активная и эффективная, она предполагается как раз в такую систему. Вы сейчас на меня накинетесь. Мы не хотим жить в такой стране. Я-то как раз не латировалась. Мне кажется, что страна не поменяется, пока это не будет так, пока человек не начнет распоряжаться своими деньгами по собственному усмотрению. Вот нам надо переходить к этим весьма, может быть, неприятным момент конкретного осуществления, но абсолютно необходимым шагам. Так вот, первые шаги по части здравоохранения делали с 93-го года. Мы тогда поняли, что так легко, как мы собирались, и без того, чтобы люди платили, мы не сможем ничего сделать. Ну, потом каждый раз, когда возникал вопрос, что надо, так сказать, навязать людям, заставить их платить взносы, ну, создав для этого какие-то условия и так далее, это трудная работа. Все время откладывается. И сейчас, ну как, с моей точки зрения, если вы меня спрашиваете, что-то сейчас делается в плане реформы здравоохранения? Ну, я разговаривал с Вероникой Скворцовой, очень милая женщина. Очень профессиональная, по-моему. Да, профессиональная, ну, в основном, все-таки в медицинской части. А там есть еще экономическая, есть психологическая и так далее. И, в общем, решимости на то, чтобы все-таки двинуться вперед, ну, дай бог ей удачи, я не возражаю. Ну, скажем, мне больше нравится тот стиль, скажем, доктора Печатникова, который сейчас вице-мэр Москвы. Ну, вот он в своем, на своем участке попытался начать новые этапы реформы здравоохранения. Какой результат? Он, кстати, должен был быть докладчиком у нас на конференции, он заболел, к сожалению. Но, значит, какой стиль? Он вызывает недовольство. Почему? Ну, там сокращаются какие-то подразделения в больницах. В большей степени внимание уделяется поликлиникам и так далее и тому подобное. Мы сталкиваемся с гораздо более, с требованиями гораздо более высокого уровня квалификации врачей, а для этого тоже надо иметь образование и так далее. Ну, то есть, короче, у меня такое ощущение, что там какое-то продвижение началось. А если образование, то, ну, с моей точки зрения, Ливанов, ну, он рисковатый министр, так сказать, может не нравится, на него все время ругаются. Но я знаю, что он, у него есть не всегда хорошее представление о том, что, то есть, как надо делать. Ну, что он знает, что именно нужно, он знает. Поэтому, если вы спросите у меня, делаются сейчас какие-то реформы? Делаются. То есть, это вот эти три сферы, которые вы можете обозначить сейчас как зону реформ, условно, да? Это здравоохранение, это оборудование. Это социальная сфера, да. Да, социальная сфера. Ну, плюс к этому и жилье. Я уже не буду. А все остальное? А что остальное? А что остальное? А что остальное? Все надо делать самим. Я имею в виду образование, здравоохранение. Я считаю, что образование общества, то есть, государства и населения должны поделить пополам. В конечном счете. Что образование, то есть, здравоохранение люди должны оплачивать гораздо больше, чем сегодня. Они получать должны больше. И, значит, жилье мы должны приобретать все больше и иметь, ну, так сказать, соответствующие условия для этого. Но, опять-таки, и получать должны больше. И получать. И лучше работать. Евгений Григорьевич, но я о другом хочу спросить, когда я говорю о все остальное. Потому что мы с вами сегодня договорились все-таки обсудить модернизацию экономики и общества. Ну, вот это социальная сфера. А что касается всего остального, то есть, всей остальной экономики, политического устройства и так далее. Вот можете ли вы сейчас сказать, что мы снова подошли к тому этапу, когда нам вот до зарезу необходимы реформы. Или мы еще можем какое-то время вот посидеть на диване, попить чайку, да, и подождать. То есть, может быть, вырастут цены на нефть и упадет рубль еще больше. Ну, вот я как раз спасибо, что вы меня вернули на землю. И, так сказать, заставляете говорить о таких вещах, которые, может быть, еще менее приятны, чем там реформы в образовании и здравоохранении. Но они еще более необходимы. Особенно сейчас, потому что страна вошла в новую фазу развития, когда она без перестройки определенных механизмов, институтов нашей экономики, она не сможет развиваться. Мы будем иметь стагнацию, так как мы имеем ее сейчас, а в этом году, ну, она будет выражаться и прямо в показателях определенного снижения объемов производства. Значит, что нужно? Я прошу прощения. Я напоминаю вам. Мы с вами разговаривали о трех важнейших принципах. Ну, неужели это они? Ну, нет, я боюсь, надоест моим, нашим слушателям. Не бойтесь, не бойтесь. Не лишнее повторить. Я буду говорить так. Это уже не я говорил. Это даже независимо от меня говорили у нас на конференции. Понимаете, у нас было, например, такое пленарное заседание, которое называлось «Спрос на право». «Спрос на право». И там была довольно оживленная дискуссия между судьями, между... Ну, в основном это все-таки были ученые. Когда я говорил «судьи», имел в виду одного, например, господина Паршина, который, ну, известный очень человек. Он, его, так сказать, лишили права, значит, выполнять функции судей. Но это на редкость умный, трезвый и знающий человек. Там было еще много таких людей. Но сама по себе идея обсуждения вопроса спроса на право имеет принципиальную, так сказать, вещь. Спрос на право – это в обществе имеется в виду? В обществе, да. Потому что идет речь о чем? У нас есть большой спрос на право? Нет. Почему? Потому что можно договориться. Во-первых, есть наши государственные деятели, чиновники и так далее, которые говорят, ну, предположим, принимать новый закон и так далее – это риск. Ну, давайте так, чтобы все знали. Отменять старые законы не будем, но дадим указание. Вот это вот делать так, так и так. И вот такое тихое распространение договорного права. Да. Договора по понятиям. Понимаете? Значит, оно у нас распространено. И я бы удивился, если бы этого не было. Потому что это традиция, которая продолжалась в Европе в течение... Ой, Европе. У нас в стране в течение всех столетий господства самодержавия. Ну, говорится, никто от самодержавия не требовал, чтобы он, так сказать, что-то... Он сам издавал законы. Он сам и больше ничего не требовалось. Он поэтому, конечно, уважал те законы, которые издавал. Об этом прочитайте императора Николая I. Но дело в том, что нужно все-таки иметь систему законодательства, которая не зависит ни от чьего личного пожелания. Поэтому говорят о верховенстве права. Вот верховенства права у нас не было никогда. Если мы возьмем с вами первые только шаги, это были реформы Александра II, и тогда была известная судебная реформа, которая тогда в течение довольно короткого времени была... Судебная система была самой прогрессивной в Европе. У нас, к сожалению, чуть больше минуты, поэтому мы просто вынуждены повторить еще два принципа. Хорошо, повторить. Два принципа я повторю сразу. Значит, я скажу. Кроме верховенства права, значит, это свобода предпринимательства, свобода защищенная, без нахального присутствия всюду следственного комитета и так самого нашего службы безопасности. Значит, и второе, это конкуренция. Конкуренция как экономическая, так и политическая. И в этом заключается трудность, потому что судебная система и свобода предпринимательства, и конкуренция, это все в значительной степени за пределами экономики. Это правовая система, правовое государство, и это политическая система. Вот так, собрались две тысячи экономистов, сделали, сколько у нас, 700 докладов, и все это за тем, чтобы понять, что главные принципы для модернизации экономики и общества лежат вне сферы экономики, так? Сейчас. Это не вообще, потому что есть и другие вопросы, которые все равно решаются в экономике. Но вот сейчас поступил такой момент, если вы хотите создать нормальный инвестиционный климат, вам нужно решить задачи, кто лежит за пределами экономики. Евгений Ясин, в сегодняшней программе «Выбор Ясин» мы говорили о модернизации экономики и общества. На данном этапе, подчеркну еще раз, на данном этапе говорили об очередной апрельской международной конференции, которая прошла в Высшей школе экономики. Ну и до встречи. Счастливо. Это была программа «Выбор Ясин». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова